Здравствуйте! Меня зовут Валентин Хохлов. Это очередной выпуск из моего цикла о жизни общества в 80-е и 90-е годы, в котором я, очевидец, рассказываю о том, что происходило, как мы жили, как жила семья среднего городского, городская семья среднего класса, скажем так. То, что в советское время называли служащие. Можно сказать интеллигенция, хотя это такая техническая интеллигенция, это инженеры, учителя, врачи, преподаватели, экономисты. То есть это, конечно, не писатели, художники, не такая творческая интеллигенция, но в принципе довольно значительная часть жителей больших городов и в Советском Союзе, и в постсоветских странах относятся к этой среде. И, собственно, то, что я видел, то, что я помню, я об этом и рассказываю. Собственно, мы уже много каких тем коснулись в предыдущих выпусках, и вот этот выпуск я хочу посвятить тому, что я бы назвал досуг или такая, ну, как бы нематериальная сторона жизни, повседневной жизни городского среднего класса, потому что я не касаюсь досуга в отпуске или в таких поездках на отдых, о чем уже шла речь. Я не касаюсь материальной стороны, там покупки продукты, товары, обстановка в квартирах. Это тоже мы уже обсудили. А вот что было у людей помимо быта и работы? Собственно, если мы говорим о том, что в Советском Союзе у людей был какой-то другой баланс личного времени и рабочего времени, то нет, такого не было. На самом деле, если... Хотя кто-то может сказать, что в Советском Союзе люди работали от звонка до звонка, не переутруждались. В этом есть определенная доля истины, потому что все принадлежало государству. Не было частного бизнеса, никто не работал на себя. Все работали на государственные структуры. Соответственно, какого-то стимула переутруждаться у людей вроде как не было. Хотя, следует сказать, что рабочие нередко работали и получали деньги от выработки. И поэтому они, кстати говоря, получали зачастую зарплаты выше, чем получали инженеры. То есть, допустим, если там инженер это 140-160 рублей, рабочие могли легко получить и больше 200, и до 300 рублей в зависимости, если они работали от выработки. Но, даже работая от выработки, они не могли там работать 10 часов, потому что они же не работали в одиночку. Они работали в составе бригады, они работали посменно. Соответственно, они должны были подстраиваться под тот производственный график, который был на предприятии, а он был рассчитан на те же 8-часовые смены. Поэтому, фактически, и на заводах они-то работали те же 8 часов, ну, плюс час перерыв на обед. Что и служащие в разных конторах, институтах, конструкторских бюро и так далее, которые работали там с 9 до 18 часов. Ну, 8 часов плюс перерыв на обед. Рабочие работали обычно с 8 до утра, до 17 часов. То есть, на час как бы это было сдвинуто. Это не играет роли. Все равно получается, что баланс личного времени и рабочего, что тогда, что сейчас, он в принципе одинаковый. И тогда и сейчас есть исключения. Сейчас есть люди, которые работают на себя, и люди, которые работают, даже если не на себя, то за бонусы, за какие-то проценты. И они могут сидеть допоздна. В Советском Союзе тоже были такие люди. Например, мой отец. Он работал преподавателем в советское время. Но у их кафедры или какого-то там родственного с этой кафедрой конструкторского бюро часто были так называемые хоз-темы. Насколько я понимаю, это хозрасчетная тема, которые это конструкторское бюро или кафедра получали от разных производственных предприятий. То есть они что-то делали, какие-то усовершенствования, изобретения. И это они делали, естественно, в дополнительной к своей основной работе. И поэтому отец часто сидел на работе до 9 вечера, до 8 вечера. То есть плюс 2-3 часа он тратил на работе. Но эти хозрасчетные темы, они приносили дополнительные приработок, которые, видимо, того стоят. Так что это тоже было. Но в основном, конечно, люди работали 8 часов плюс час на обед, плюс там время добраться до работы, уехать с работы, постоять в очередях и так далее. И получалось так, что в сутках 2-3 часа свободного времени на досуг было, но не больше. Ну и плюс выходные, в которых, конечно же, что-то уходило на то, чтобы тоже постоять в очередях, на то, чтобы убрать квартиру, там, стирка и так далее. То есть все вот эти вот домашние дела. И в результате, да, оставалось еще время для досуга и на выходных. Что же люди делали в это время? Опять же, все по-разному, наверное, но есть какие-то и такие общие моменты. Ну, люди читали газеты в советское время. В принципе, газеты были и в постсоветское время. Еще в 90-х они уже ушли, когда интернет распространился. Но в советское время газеты, это действительно было массовое дело. Пресса была очень, я бы сказал, мощной. Многомиллионные были тиражи. И, насколько я понимаю, все советские семьи выписывали хотя бы одну газету. А зачастую выписывали несколько газет и журналов. Ну, моя семья не исключение. Самыми такими главными газетами советского времени были «Правда» и «Известия». «Правда» — это орган ЦК КПСС, Центрального комитета Коммунистической партии. «Известия» — это орган Советов Народных Депутатов. Вообще-то, формально по Конституции, высшим органом власти были как раз Советы. И единственным, на самом деле, органом власти, потому что разделения властей в Советском Союзе не было. Советы — это был единственный орган власти. Не зря говорили вся власть Советам. Да, там была сбоку еще судебная система, суды, прокуратура. У Советов были исполнительные комитеты, типа исполнительной власти. Но неважно. Суть в том, что формально это была власть, но фактически все знали, что власть у КПС. Поэтому по статусу газета «Правда» стояла выше, чем газета «Известия». Мои родители, моя бабушка с дедушкой неправду, неизвестие не выписывали. На самом деле, они выписывали, мои родители, по крайней мере, выписывали газету «Труд». «Труд» — это был орган Советских профсоюзов. В принципе, эта газета не сильно отличалась от «Правды и известий», менее, может быть, пафосная. Но все те же материалы в советское время там печатались, что и в других газетах. Также во всех газетах была, я подозреваю, это, кстати, была одна из вещей, почему их выписывали, программа телепередач. По-другому мне сложно объяснить, зачем было выписывать газету «Труд». Вот, кстати, что у нас в городе выписывали очень многие, это газета «Вечерний Киев». На самом деле, эта газета примечательна тем, что, да, это местная газета, это газета сугубо киевская. Эта газета была основана, ну, ее предтеча, «Вечерняя газета», еще в 1906 году, то есть, еще в царской России, еще до всяких правд, известий и так далее. То есть, это старая газета. Ну, вот так она сохранилась, переименовалась «Вечерний Киев». Киевляне ее называли «Вечерка», вот, и выписывали ее там более 300 тысяч семей, то есть, довольно большая часть горожан. Отец выписывал газету «Книжное обозрение», где были там обзоры разных новинок книжных. Дедушка выписывал литературную газету. Кстати, литературная газета, это была, наверное, единственное, что я читал более-менее с удовольствием. То есть, это было интересно. Это действительно было нечто такое, что можно было читать как-то в удовольствие. И можно было читать, ну, если не от корки до корки, то, в принципе, достаточно значительный объем этой газеты. Ну, для детей были, конечно, свои газеты. Пионерская правда вот была, мы, по-моему, ее как-то один год выписали, но потом отказались, потому что, ну, мне она была неинтересна, а для галочки это как-то подписали. Но, как бы ерунда, это полная такая пафосная профанация, абсолютно неинтересная. Значит, журналы были более интересные для детей. Вот я по своему детству, те же 80-е, начало 80-х, я помню, «Веселые картинки» и «Мурзилка». Вот эти журналы, которые выписывались, ну, уже, конечно, во второй половине 80-х нет, я уже стал взрослым для этих журналов. Ну, «Юный техник» может быть, но я не помню, честно говоря, что выписывали. Название я помню. Это уже для таких более старших детей, вот как раз, как я был во второй половине 80-х, «Юный техник» вполне мог бы быть. Для взрослых там был журнал «Работница», по-моему, как-то мама его выписывала. Ну, может быть, еще какие-то журналы. Вот у моих родственников в Подмосковье, я помню, что были подшипки журнала «Новый мир», потому что я оттуда читал какие-то уже и книги. Вообще, в советское время в журналах часто печатались книги. Даже некоторые книги в виде книг не издавались, а в журналах фрагментами они печатались. И можно было из там нескольких выпусков, большого количества выпусков журнала, в принципе, скомпоновать себе полное литературное произведение. Конец 80-х. Это пик популярности двух изданий. Это газета «Аргументы и факты». Довольно неожиданно какая-то такая газета для пропагандистов-агитаторов вдруг стала культовой газетой позднего Советского Союза, которая на пике своей популярности издавала стеллажом более 30 миллионов экземпляров. Это действительно была очень качественная журналистика для того времени. И вообще, конец 80-х это то время, когда выросла целая плеяда новых журналистов, которые определили лицо журналистики, ну в первую очередь российской, конечно, в 90-х годах. И это был большой подъем. Ну, кроме, конечно, аргументов и фактов, там еще возникла, ну, вернее, развелась газета «Московские новости», там возникла независимая газета, вот. Но это уже самый конец Советского Союза. В принципе, а, и газета «Коммерсант» тоже с фирменным твердым знаком. Ну, это интересно, это новая журналистика была, но это уже самый конец. А вот аргументы и факты, это достаточно длительный феномен 80-х. А из журналов, это журнал «Огонек», конечно же, опять же, который существовал и ранее, но как-то вот именно подъем наступил во второй половине 80-х, и там печаталось очень много всего, и журнал «Огонек» можно было читать от корки до корки. Там было много литературных произведений о сталинских репрессиях, всяких разоблачений, всех этих преступлений сталинского режима. Там были какие-то вещи, связанные с паранормальными явлениями, с эзотерикой, что было очень популярно в конце 80-х. Всякое там паранормальное явление, НЛО, снежные люди, какие-то там полтергейсты и прочие вот вещи. И о них писали где-то с иронией, где-то более серьезно, но тем не менее это читали, этим увлекались. Так что вот чтение газет и журналов, это было в принципе распространенным явлением. Конечно, не весь досуг на это уходил, но в принципе это был такой феномен. Главным, конечно, времяпровождением для проведения досуга был просмотр телевидения. Телевидение это феномен не только Советского времени, Советского Союза, но и западных стран того же времени, 70-е, 80-е, феномен человеку-телевизора, о чем я уже, в общем-то, говорил. В Советском Союзе не было большого разнообразия, но тем не менее 1-2, где-то 3 канала было. И что люди смотрели? Ну, когда они смотрели, тоже понятно. Придя с работы, постояв в очередях, приготовив ужин, там и поужинав, люди садились к телевизору где-то ближе к 8 вечера и смотрели его где-то до 10-11 часов вечера. Вот это и есть прайм-тайм. И главным событием прайм-тайма телевизионного была информационная программа «Время» в 9 часов вечера. Очень официозная программа, естественно, которую смотрели все. Вот просто буквально все ее смотрели. Смотреть новости или смотреть программу «Время» это было одно и то же. Были более такие специфические информационно-публицистические программы, не ежедневные, но еженедельные, например. «Международная панорама», где были обзоры разных международных событий, репортажи из других стран, даже элементы ток-шоу были с экспертами разными. Было несколько суховато и нудновато, но многие ее смотрели. Были отраслевые передачи «Служу Советскому Союзу для армии», «Человек и закон» это правоохранительные органы, «Сельский час», на редкость нудная программа. Благо она шла обычно днем, по-моему, с 12 до часу или с часу до двух. Ну, короче, когда никто не смотрел, потому что она была на редкость неинтересной. Более интересные были такие уже научно-популярные программы. Это «Очевидная невероятность» с Сергеем Капицей. Кстати, довольно неплохая передача. Ну, правда, я ее не очень сильно смотрел. Она, по-моему, была не очень удобное для меня время. Вот что, кстати говоря, у людей пользовалось такой популярностью, это передачи «В мире животных» и «Клуб путешественников» с Сенкевичем. Кстати говоря, вот современный аналог, конечно, гораздо более продвинутый, и с гораздо более качественным контентом, это, соответственно, «Discovery Channel» и «National Geographic». То есть, вот, чтобы вы понимали, да. То есть, это вот две передачи, они были аналогами, соответственно, в советское время. И, конечно, это не политические программы, это программы познавательные, это программы, которые открывали окно в какие-то совершенно другие уголки нашей планеты. Там, саванна, тропики, океан. Ну, да, это интересно было. Хотя бы даже вот картинку увидеть, а еще и узнать какую-то новую информацию. Так, что еще были? Были развлекательные программы. Кстати говоря, очень мега популярный проект конца, там, ну, вообще 80-х, я думаю, но особенно конца 80-х. Это «Что, где, когда» такое, типа, интеллектуальное казино, где были вопросы от телезрителей и были команды знатоков, которые должны были за минуту найти правильный ответ. Там был Крупье, Ворошилов, которого мало кто видел, но все знали его голос. То есть, вот на эту программу ее ловили в телепрограмме и шли ее смотреть целенаправленно. КВН «Клуб веселых и находчивых» с его неизменным ведущим Александром Масляковым. В конце 80-х тоже мега популярное шоу тогда, вернее, это не шоу. Элементов шоу там было минимум. Там не пели и не плясали, там в основном таки шутили. Шутки были гораздо более смешными, чем уже в КВН 90-х. Но тоже к экранам все садились смотреть КВН, потому что это было действительно свежо и смешно. И искали это в телепрограмме, эту передачу. И планировали свой день, исходя из того, чтобы это посмотреть. Программа «Вокруг смеха» — это более такая олдскульная, юмористическая передача. Там что-то типа стендапов, можно сказать. То есть выходил к микрофону сатирик, уже такой маститый, известный. Читал свои миниатюры или монологи. И, в принципе, люди старшего поколения любили эту передачу. Для более молодых она была такой уже олдскульной и не сильно смешной. Но, тем не менее, там были качественные юмористы, тот же Жванецкий, например. Еще из развлекательных программ. «Утренняя почта». По-моему, по утрам в воскресенье или в субботу. Тут не помню, в один из этих дней, вот с утра, Юрий Николаев вел передачу по заявкам с разными музыкальными композициями. Клипов тогда не было, по сути. Это были просто музыкальные композиции. Но вот музыкальная передача регулярная. Это была «Утренняя почта». Более популярная, может быть, но нерегулярная. Это «Песня года». Отборочные туры и, соответственно, как бы сам конкурс. Но это было далеко не каждую неделю, а то и не каждый месяц. Но «Песня года», да, это было событие, конечно. Потом для молодежи была передача до 16 и старше. Я от нее заставку помню, там бежит по дороге или по взлетно-посадочной полосе. Не помню, какая-то, в общем, бетонка. И там кто-то бежит, молодой парень или девушка. Но, не знаю, сама программа мне никогда не нравилась. Несмотря на то, что я вроде как целевая аудитория практически. Может, чуть младше я тогда был. Но все равно что-то вот не заходило. Потом уже появились более интересные и актуальные программы. Это вторая половина 80-х. Это «Взгляд». Это программы, про которые говорили «Острый». Острая программа. Там было пять ведущих. Ну, кто-то знаменитый, как Влад Листьев, как Александр Любимов и, по-моему, Александр также Политковский. И еще два человека, не помню. Но их тогда все знали. Это были довольно молодые парни, которые ставили очень острые вопросы, которые не стеснялись снимать очень острые сюжеты. И это было свежо. Это было интересно. Хотя, конечно, для более взрослой аудитории, чем для меня, но все равно даже я знал, что есть «Взгляд» и что это интересная передача, которую не против и посмотреть. Программа «До и после полуночи» с Владимиром Молчановым, она шла поздно. Вот я ее уже не смотрел, конечно, а там родители смотрели. «До и после полуночи», соответственно, это плюс-минус в полночь она вот шла. Молчанов очень элегантный. Программа более расслабленная, чем «Взгляд». Такая вот как бы «Почилить», как бы сейчас сказали. С более качественным контентом, с разными вещами. И с интервью, и с музыкой. Ну вот, когда удавалось ее посмотреть, я ее тоже смотрел, но это было редко для меня все-таки. И еще одна очень знаменитая программа с самого конца 80-х, региональная программа, которая была на ленинградском телевидении, называлась «600 секунд». И да, это программа, благодаря которой Александр Невзоров стал знаменитым, когда вот я был в Ленинграде и, соответственно, мог посмотреть эту программу. По-моему, каждый день ее смотрели. Ну, когда она шла, по-моему, она шла и каждый день, или только по пудням. Но когда вот она была, ее там все смотрели. И это была совершенно новая подача материала. Это был совершенно новый темп для советского телевидения. 600 секунд – это 10 минут. Советское телевидение было заточено на длинные программы. Там минимум полчаса, то есть там 45 минут в час. А длинные вообще большие программы – это час 45 или 2 часа. А тут Невзоров в 10 минут успевал вмещать столько материала. Это было в 2-3 раза быстрее подача, чем обычно. Это была подача очень живая. И он не стеснялся подавать какие-то сюжеты, которые никто бы не рискнул другой подать. Но он был молодой. Он был молодым парнем тогда, таким пробивным, наглым, циничным. И он лез в такое, что прям... Ну да, это было нечто потрясающее для того времени. Кроме передач были также фильмы. Были документальные фильмы, которые тогда мало кто смотрел. Были телефильмы. Вот телефильмы в основном-то смотрели, по сути, именно фильмы, снятые для телевидения. Это, ну, как бы сейчас сказали, сериалы или мини-сериалы. Это «Следствие вели знатоки», такой детективный сериал. ТАСС уполномочен заявить. Шпионский из 70-х годов. «17 мгновений весны». Это такой шпионский военный сериал о весне 1945 года. Мегапопулярный сериал. Там, где Штирлиц как раз, культовый для советского времени, откуда много пошло и крылатых фраз, и вот эти знаменитые анекдоты. Типа «Штирлиц стрелял в упор, упор, упал». Это все оттуда. И его транслировали регулярно. Затем абсолютно феноменальный мини-сериал «Приключения Шерлока Холмса и доктора Уотсона», который погружал нас в атмосферу викторианской Англии. И для советского человека это было что-то такое вау. Прям вот другие улицы, другие дома, другие одежды. Какой-то вот такой колорит. Потом я уже, когда был в Риге, понял, что это снималось в Риге. А когда я учился в Лондоне, понял, что на Лондон это ни чуточки не похоже. Но тогда же, в 80-е, никто этого не знал. И, конечно, Шерлока Холмс смотрели с огромным удовольствием. Были другие мини-сериалы, которые больше походили на художественные фильмы. Например, «Д'Артаньян и Три мушкетера». Одесской киностудии по, конечно же, экранизации «Дюма». Очень популярный с Михаилом Боярским фильм. Но это, скорее, как фильм, даже не телесериал. «В поисках капитана Гранта», как раз то, что показывали в мае 1986 года, вот мои чернобыльские воспоминания с ним связаны. Фильм «Щит и меч» про, ну, скажем так, советских разведчиков в годы Второй мировой войны. Тоже довольно популярная экранизация книги. «Война на западном направлении». Это по войне Стаднюка. Я читал просто «Войну Стаднюка» и потом смотрел этот фильм. Фильм довольно интересный, но это самый конец 80-х. Ну, классика советского времени и место встречи изменить нельзя. Тоже, по-моему, Одесской киностудии. «Неуловимые мстители». Это вот как раз для таких уже взрослых детей. Такая романтика революционная. Погони, скачки, приключения. Тоже герои, примерно наши ровесники. Да, смотрели вот мы это регулярно «Неуловимых мстителей». Ларец Марии Медичи я помню. Помню, потому что когда я был в Таллине, я понял, где это снималось. Ну, красивые там такие крепостные стены, прям старые. Хотя это фильм не только про средние века, а там скорее про современность. Такой детективчик. «Черная стрела» по Стивенсену. «Киндзадза», который вышел в 80-е. «Человек-амфибия». Я вот помню, несколько раз тоже его как-то транслировали. Советская фантастика. «Гардемарин и вперед». Кстати, мега популярный фильм. Тоже вот второй половины 80-х. Который часто крутили. Ну, свежая и такое вот, ну, как бы наше родное, можно сказать. Молодые актеры, современники наши. И как-то вот он зашел, можно сказать. «Дон Сезар де Базан». Вот я тоже почему-то помню этот фильм. Хотя он не такой уже и известный. Но вот какая-то там обстановка Испании, позднего средневековья. Фильмы. Вот это то, что по телевизору шло. Люди смотрели в основном-то фильмы по телевизору. В кинотеатры ходили, но мне кажется, уже гораздо меньше, чем раньше. Потому что если в 70-е, наверное, уже телевизор появился у всех. В 80-е точно в каждой квартире, в каждом доме телевизор был. И в кинотеатры как-то ходили меньше. Ну, я ходил, потому что на каникулах школьных. Я мог купить абонемент и потом каждый там день ходить на дневные сеансы за довольно низкую цену. И там можно было посмотреть на самом деле не только какие-то мультики или советские фильмы. Иногда попадались фильмы и зарубежные, и соцстран, и даже не соцстран. Ну вот из соцстран я помню «Заклятие долины змей». Насколько я понимаю, это польский фильм. Хотя он нам казался практически западным. Что-то еще такое было тоже интересное, сейчас уже не вспомню. Из того, что вот по названиям я помню, даже не столько... Может быть, я их смотрел-то и не в кинотеатрах уже, но я точно помню, что это вот название, которое тогда мы обсуждали и там в школе с друзьями. Это «Кинг-Конг» и «Крокодил Дэнди». «Крокодил Дэнди», наверное, все-таки. Так вот, это, конечно, не оригинальный фильм. Это уже «Кинг-Конг 2» и «Крокодил Дэнди 2». Но, тем не менее, вот это два таких образа тоже из 80-х. И это то, что наверняка тоже где-то в кинотеатрах, а может и в видеосалонах смотрели. Ну и, естественно, уже конец 80-х. Это начинают появляться так называемые перестроечные фильмы, которые, конечно, для более взрослой аудитории. Не то, что там вот как бы для меня и моих ромистников. Но мы тоже о них знали, мы тоже там слышали, что-то смотрели. Может, наверное, не все смотрели. Ну, «Асса», знаменитый фильм, конечно, его все знали благодаря тому же Цою. Хотя Цой там играл очень эпизодическую роль. Цой играл, скорее, главную роль в фильме «Игла». «Игла» меньше известен. Фильмы типа «Маленькая Вера» и «Интердевочка». Но они были на слуху. Но, конечно, это для более взрослой аудитории, чем мы. Но я думаю, что смотрели те, кто повзрослее. Обязательно эти фильмы смотрели. Фильм «Так жить нельзя», «Говорухи», на котором я тоже упоминал. Ну и масса других фильмов, которые, конечно, стали отражением той эпохи. То есть люди смотрели фильмы. Смотрели фильмы одни и те же, в общем-то, потому что выбора было мало. Если по телевизору транслировали, все это смотрели. Если в кинотеатрах, то тоже в прокат выходило практически одно и то же по всей стране. Так что одни и те же фильмы смотрели все, обсуждали все. Это был такой общий культурный код. Дальше по телевизору также мужчины смотрели спорт. Футбол, разумеется, спорт номер один. С ним практически на равных соперничал хоккей. Но это в холодное время года. Хоккей даже, может быть, отец смотрел чаще, чем футбол. Я хоккей не особенно любил, я смотрел футбол, больше тогда увлекался. Баскетбол в Советском Союзе как-то мало смотрели. Но баскетбол был популярен в Литве из-за Жальгериса, из-за их знаменитой команды. Но баскетбол тоже транслировали. Но в основном это футбол и хоккей. Это то, что, естественно, когда были матчи, то смотрели. Транслировали по телевизору также, конечно, и состязания типа Олимпиад. Но Олимпиада на моей памяти фактически одна. Это 88-й год, потому что 80-й я еще маленький. 84-й бойкотировал Советский Союз. Ну, вот 88-й. Но, правда, были зимние Олимпиады. Они, по-моему, были раз в два года в то время. И вот зимние Олимпиады их как-то чаще показывали. Я помню вот эти биатлоны, лыжные гонки, слалом. Не слалом, нет, прыжки с трамплина. С слалом тоже, наверное. Ну, короче, вот как-то зимних было больше. Но их смотрели меньше. В принципе, люди спорт смотрели. Особенно вот футбол и хоккей смотрели, наверное, большинство мужчин в Советском Союзе. Хотя, на самом деле, спортом занимались мало. Там залов таких, как сейчас, не было. Теперь музыка. Музыка занимала, наверное, меньшее место в жизни советских людей. В филармонии, в оперы ходили только те, кто этим интересовался. Я понимаю, почему. Потому что я в 90-х начал изучать музыку, но в довольно позднем возрасте сам. Но, правда, у очень хороших музыкантов, известных таких джазовых музыкантов. Сам я музыкантом не стал, потому что способностей у меня к музыке немного. Но они меня научили разбираться в музыке. Они меня научили слушать, понимать. Не один час мы с ними разбирали партитуры разных опер и симфоний. И после этого я совершенно по-другому стал чувствовать себя в той же опере. Кстати, опера это не театр. Те, кто там путает оперу в оперный театр. Театр это здание. Опера это искусство музыкальное. Оно к театральному искусству имеет очень мало отношения. Так вот, в оперу я с тех пор хожу с удовольствием. Просто потому, что я понимаю, как слушать эти произведения. И понимаю, какой это интерес разбирать по партитуре знаменитые оперы. А потом идти в оперу и слушать их исполнение. Но для, наверное, такого человека, который не получал музыкального образования, это не очень интересно. И мне кажется, в советское время только вот именно целевая аудитория ходила в филармонию, соответственно, и в оперу. И также другая целевая аудитория ходила, собственно, в театры. В драматические театры, на театральные постановки. Я не из театральной семьи абсолютно. Ни я, ни родители, ни бабушки, ни дедушки. Никто не увлекался театром. Поэтому мы в театр-то и, по сути, не ходили. И я не помню, чтобы часто в театр ходили и люди из нашего круга. Поэтому, мне кажется, это вот именно была целевая аудитория театралов, которые ходили в театры. Была целевая аудитория музыкантов, которые ходили в филармонию, в оперу. Но это была не массовая вещь. Те, кто ходил, да, у них был этот способ проведения досуга. Ну, скорее всего, вместо того, чтобы смотреть футбол и хоккей по телевизору. Если же там люди были попроще, ну, в основном среди вот рабочего класса, скажем так, у них была распространена рыбалка. Вот уезжали, там одевали брезентовые куртки, там сапоги, брали удочки и ездили на рыбалку. Или же они сидели там летними вечерами во дворах, там играли в домино или в карты. Ну, это другой круг, там, как бы интеллигенция уже, она в такое не играла. Ну, мы могли пойти куда-то там с родителями или даже уже сами потом, когда повзрослее, стали погулять. В какой-то парк аттракционов. В Советском Союзе было много парков аттракционов. Были колеса обозрения, были разные там карусели и прочие аттракционы. Были павильоны с игровыми автоматами, довольно простенькими. Но, тем не менее, там типа морской бой, еще там что-то такое. То есть, можно было и так провести свой досуг. Но, на моей памяти, советские люди, в принципе, не очень часто выбирались погулять по городу. Или не очень часто выбирались на природу. Ну, погулять по городу не было особой инфраструктуры. Как-то вот парки были в запустении, кафе, ресторанов особо не было, чтобы где-то посидеть, погулять, выбраться на природу. Мы иногда выбирались на природу, но это надо, чтобы у кого-то была машина. То есть, были люди, у которых была своя машина, были такие складные столики, складные стульчики. Вот, выбирались, но это было, может быть, раз в год или два раза в год. То есть, это было все-таки редкое времяпровождение. В основном люди проводили досуг дома. Что было делать дома, кроме, соответственно, телевидения или там похода друг к другу в гости, игры в карты или в домино. Это книги. Советский Союз, вот есть такой штамп, что самая читающая страна в мире. Ну, не знаю, возможно, потому что развлечений особо других-то и не было для людей вот такого среднего класса, для интеллигенции. И книги было много у кого. Книги читали, когда там делать было нечего, телевизор надоел или ничего интересного нет. Что еще делать? Читать книги. Читали русскую классику, хотя не очень ее любили. Но это было легко достать, поэтому эти книги покупали. Типа собрание сочинений Пушкина, Достоевского, Толстого, Гоголя. Но, честно говоря, это так приедалось по школьной программе, что как-то эту русскую классику, по-моему, не сильно ценили. Что касается зарубежной классики, ее было меньше. Были писатели 19 века. Там Бюго, Золя, Бальзак, кто там еще Диккенс, Стендаль, Мпассан, Марк Твэм, Джек Лондон, Теодор Драйзер. Ну, начало 20 века уже захватываем. Но все-таки это было не так много этих писателей. И каких-то писателей вообще их не издавали. Типа Джойса, например, найти у Лиз Джойса было нереально. Какие-то писатели, может, себя скомпрометировали отношением к советской власти. Как-то любили более классово близких писателей. Например, по 20 веку издавали или близких коммунистам, или тех, кто писал на какие-то выгодные темы. Например, Рэм Марка издавали. Почему? Антифашисты, или Хеменгуэя, или Маркеса издавали. Против тех латиноамериканских диктаторов, с которыми Советский Союз не дружил. Ну, как-то так. По-другому сложно объяснить. Потому что, на самом деле, литература 20 века от советского читателя, она как бы была во многом закрыта тем, что не издавали, не переводили. Что любили издавать и переводить? Это более легкий жанр. Это исторические приключенческие романы. Ну, конечно же, знаменитые. Это Александр Дюма, Вальтер Скотт. Это такие хиты. И практически все советские люди, я думаю, читали. И Три Мушкетера, и там Граф Монте-Кристо, и Венга, Квентин Дорвард. Это все было очень распространено. Потом Стивенсон, та же Черная Стрела. Это Феннимор Купер, его эпителогия про Америку конца 18-го, начала 19-го века. Там Чингачгук, вот этот вот вождь индейцев. Далее Жюль Верн, вот такая фантастика, приключения-фантастика. В принципе, советская фантастика тоже была популярна. Это и Стругацкий, это и Кир Булычев, это Александр Беляев. Так что это читали, это знали. И читали практически все одни и те же книги. И очень популярно в 80-х стали детективы. Их тоже с удовольствием переводили, издавали. Это не политическая вещь. Ну, начиная от классических Шерлок Холмс, Конан Дойля, от детективов Агаты Кристи. И далее шли там много было авторов детективов из социалистических стран различных. И там и болгарские, и польские. И были советские детективы. Ну, скорее, это там книги, которые назывались там «Я следователь», «Прокурор» или там еще какие-то книги как о уголовном розыске, так и о прокуратуре. В принципе, вот такие советские детективы тоже их с удовольствием читали. И как-то вот в 80-е годы это рассвет, наверное, любви к детективам. Ну, конечно, в советских книжных магазинах было много книг, таких классиков соцреализма, которые описывали всякие там будни секретарей райкомов, там пассивные компании, там строительство каких-то металлургических комбинатов и прочую байду. Их, конечно, это была макулатура, никто это не читал особо в здравом уме. Но чтобы и эту макулатуру как-то продавать, то эти книги давали в нагрузку. Вот хочешь купить Кира Булычева, а возьми тут еще томик о строительстве какого-то там металлургического комбината. Хочешь там Агату Кристи, а вот возьми еще двухтомник классика соцреализма. И вот эта вот продажа книг в нагрузку, это, конечно, очень было распространено. И так многие книги доставались, те, которых покупать и не собирались, ну, и они потом стояли на полке. И еще были, кстати, интересные распространения книг за макулатуру. Вот мой отец, он этим тоже увлекался, поскольку книги он любил. И какие-то у нас даже из этих книг полученных за макулатуру и остались. По-моему, серия была очень такая хорошая. Кстати, мне она очень понравилась уже в таком более старшем возрасте. Это «Проклятые короли» Морис Дурион, французский писатель. И, по-моему, вот как раз ее за макулатуру удалось достать. И это, конечно, очень много открыло для меня мир средневековой Франции. То есть, вот такие вещи. Наверное, это далеко не все о проведении досуга. Но вот то, что мне пришло в голову и то, что я помню, вот так, ну, по крайней мере, это типичные были вещи, которые в свободное время делали советские люди в 80-х годах. Ну и, в общем-то, дальше у нас уже очень мало остается тем из 80-х. Наверное, следует поговорить о перестройке и о том, как это все происходило на моих глазах. И кооперативное движение, и съезд народных депутатов СССР. И там последние уже годы и месяцы Советского Союза. Ну, а затем будем переходить к 90-м. Так что я благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь на этом канале. Будем продолжать этот цикл. Всего доброго, до свидания.